Всем здравствуйте! Сегодня мы испечем маковые рулеты из дубного дрожжевого теста. Для приготовления нам понадобится для теста 1 кг муки, 250 мл молока, 150 г сахара, 4 яйца, 100 г маргарина, дрожжи, ванилин и соль. Для начинки нам понадобится 300 г пищевого мака, 250 мл молока, 40 г манной крупы, 1 яйцо, соль, 70 г сахара, 70 г сливочного масла. Также для приготовления рулетов нам понадобится немного растительного масла. Приготовление рулетов начнем с приготовления теста. Тесто у нас сдобное, дрожжевое, поднимать его очень тяжело, поэтому его готовить лучше всего на опаре. Для начала приготовим опару. Для этого в глубокую посуду наливаем 250 мл теплого молока. Молоко не горячее, не холодное, оно должно быть приблизительно температурой тела, это 36-37 градусов. Добавляем 4 столовых ложки дрожжей, 2-3 столовых ложки сахара, Насыпаем примерно 200-300 г муки. Муку лучше просеять через сито, для того, чтобы тесто было более воздушным, насыщенным кислородом. Все хорошенечко перемешиваем. И подождем, пока опара хорошо поднимется. Когда опара хорошенько поднимется, и на ней образуется вот такая пышная шапочка, продолжим замес теста. Добавляем 3 целых яйца и желток от четвертого яичка. Белок от четвертого яйца убираем пока в сторону, он нам понадобится для смазывания рулетов. Также в опару добавляем щепотку соли, 1,5 грамма ванилина. Высыпаем оставшийся сахар. Напомню, что сахара изначально у нас было 150 грамм. Также добавляем 100 грамм растопленного маргарина. Все хорошенечко перемешиваем. Постепенно добавляем в опару примерно килограмм муки. Примерно потому, что все зависит от качества муки, от величины, от веса яиц, от качества маргарина. Поэтому муки может понадобиться чуть меньше или чуть больше, чем килограмм. Замешиваем тесто сначала ложкой. Когда тесто соберется в один комок, и его станет тяжело вымешивать ложкой, продолжим замес руками. Также по чуть-чуть высыпаем муку. Месим тесто до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Как только тесто перестанет прилипать к рукам, муку больше подсыпать не нужно. Излишки высыпаем, и тесто нужно будет хорошенько-хорошенько вымесить. Когда тесто будет тщательно вымешано, слегка сбрызгиваем его холодной водой. Таз с тестом укутываем полотенцем и убираем его в теплое место, для того, чтобы тесто хорошо подошло. Время подъема теста зависит от активности дрожжей и от температуры, при которой подходит тесто. Пока подходит тесто, приготовим начинку. В кастрюльку выливаем 250 мл молока. Насыпаем 40 грамм манной крупы. Добавляем яйцо. 70 грамм сахара. 70 грамм сливочного масла. И ставим кастрюльку на плиту. Постоянно помешивая, на среднем огне доводим эту смесь до кипения. Когда смесь закипит, добавляем в нее 300 грамм мака. Все перемешиваем. И оставляем нашу начинку до набухания мака и до полного остывания. Когда тесто хорошенечко поднимется, можно приступать к разделке рулетов. Руки смазываем растительным маслом. Хорошенечко обминаем тесто. Рабочую поверхность также смазываем немного растительным маслом. Выкладываем тесто и делим его на 4 части. Данного количества теста хватает для приготовления 4 рулетов. Каждый кусочек теста раскатываем в пласт толщиной примерно 0,7-0,8 см. Тесто смазываем растопленным маргарином или сливочным маслом, не доходя чуть-чуть до краев. Выкладываем четвертую часть маковой начинки. Равномерно распределяем ее по тесту. Тесто сворачиваем в рулет. Рулет сворачиваем не сильно плотно, для того, чтобы у теста было место, куда подходить. Рулет перекладываем на противень, смазанный растительным маслом, швом вниз. Разделываем следующие рулетики. Рулеты можно разделать еще немножечко по-другому. Раскатываем тесто в пласт и на расстоянии 1,4 от края делаем несколько разрезов. Также на тесто выкладываем начинку. Равномерно ее распределяем. Тесто сворачиваем в рулет. До надрезов. Затем надрезы перехлестываем через рулетик и подгибаем их к низу. Рулетик укладываем полумесяцем и перекладываем его на противень, также смазанный растительным маслом. С разделкой управились. Теперь рулеты нужно смазать. Для этого в белок добавляем немножко воды. Белок слегка взбиваем. И тщательным образом смазываем рулетики. Можно оставить уже разогреваться духовку до 180 градусов. Пока разогреется духовка, рулетики у нас хорошо поднимутся. Духовка разогрелась. Повторю, что духовку мы разогревали до 180 градусов. Отправляем первый противень с рулетиками на выпечку. Выпекать рулеты будем до готовности, то есть до румяной золотистой корочки. Время приготовления зависит от возможностей вашей духовки. Прошло 20 минут. Именно столько выпекались рулеты в моей духовке. Отправляем на выпечку вторую партию. Эти рулетики накрываем пока салфеткой, для того, чтобы они подышали паром. Когда будут выпечены все рулеты и они остынут, можно подавать их к столу. Я надеюсь, что вам понравятся такие маковые рулеты из добного дрожжевого теста. У меня на этом все. Всех приятного чаепития и пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова